Урок чтения. Мы познакомимся с вами сегодня с биографией Ивана Сергеевича Соколова-Микитова и с его произведением Листопадничек. Мы познакомимся с вами, да? Молодцы, кто читал, но мы будем повторять и заново читать. Наши цели. Мы познакомимся с творчеством и произведением Листопадничек Соколова-Микитова. Будем развивать навыки выразительного чтения. Откройте ваши дневнички, запишите, пожалуйста, домашнее задание. Вам нужно будет перечитать произведение Соколова-Микитова «Листопадничек» и выполнить задание в рабочей тетради, страничка 20-21. Пожалуйста, запишите домашнее задание. Ребята, обязательно записывайте в дневничок. Хорошо? Записывайте. Ребята, если мы сегодня на уроке не успеем с вами дочитать, то вы дочитаете дома. Хорошо? Самостоятельно. В учебнике, Настюш, страничка 42-я. И выполнить задание в рабочей тетради, страничка 20-21. Записывайте. Записывайте в дневничок аккуратно. Я-класса нет. По чтению не будет сегодня я-класса у вас, ребят. Все. Я думаю, что все уже записали, да? Можем идти дальше. Настюша, мы поздравляем тебя с днем рождения. Сегодня мы знакомимся с биографией Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. 1892 год, 1975 год. Посмотрите, пожалуйста, на портрет писателя. Посмотрите. Все, ребята, у нас урок. Посмотрели? Хорошо. Иван Сергеевич Соколов-Микитов – русский писатель, который написал много рассказов о природе, птицах и зверях. И это неудивительно, потому что его отец был управляющий лесными угодьями. Мальчик рано узнал лес, полюбил его. В юности он обучался сельскому хозяйству, что также пополнило знания о нашей земле. Но, поняв, что ему нравится литература, отправился работать матросом на кораблях. Он побывал в разных странах, ходил в экспедиции на север России. Писателю удалось пережить две войны. Ребят, это Первую мировую войну и Вторую мировую. Во время Первой он летал на командировщике, а во Вторую остался в тылу и работал корреспондентом газеты. Свою первую сказку «Соль земли» написал в возрасте 18 лет. В 1952 году он поселился с семьей в сельском домике, который построил сам. Там у него было достаточно времени, чтобы заниматься литературной деятельностью. Он прожил долгую и плодотворную жизнь, дожив до 82 лет. Пожалуйста, прочитайте биографию самостоятельно. Я думаю, вам видно. Прочитайте. 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 Презентацию всем, да, видно? И на экране тоже хорошо видно. Ребята, возможно, если вам нечетко видно, то либо через телефон сидите, либо у вас проблемы с сетью. Пожалуйста, кому хорошо видно, прочитайте. Кому видно, прочитайте, пожалуйста. Не торопитесь, читайте внимательно. Все. Тогда идем с вами дальше. Давайте проведем с вами небольшую такую речевую разминку, да, прежде чем мы начнем с вами читать. Бобры храбры идут в бары. Бобры для бобрят добры. Теперь прочитайте глазками. Прочитайте глазками, да. Пожалуйста, прочитайте скороговорку, как скороговорку. Прочитайте с веселой интонацией. Бобры храбры идут в бары. Бобры для бобрят добры. Пожалуйста. Теперь прочитайте с веселой такой интонацией. И прочитайте очень быстро. Ребят, давайте. Не сложно, не ленитесь. Мы с вами уже не первоклассники. Еще раз прочитайте глазками. Прочитайте скороговорку вместе по слогам. Прочитайте с ударением. Прочитайте с веселой интонацией. И прочитайте очень быстро. Но я думаю, что справились. Ничего сложного не было. Все справились, ребят? Почему невозможно? Все возможно. Молодцы, ребят. Ребят, откройте учебник на страничке 42, пожалуйста. Откройте страничку 42. Учебники, да, нашим по чтению. Открывайте. Ребят, прежде чем мы начнем с вами читать, мы проведем с вами такую небольшую словарную работу. Чтобы вам были понятны все слова. Хорошо? Ребят, долговязый это очень высокий, худой и нескладный. Плотина это перегородка на реке для подъема на уровне воды. Запрудили. Перегородили реку плотиной. Настана, настелена. Прочитайте сами. Пожалуйста, прочитайте. Ребята, страничка 42. Ребята, страничка 42. Хорошо, дальше. Хатка, это название небольшого дома на Украине. Зябнуть, испытывать чувство холода. Робеть, пугаться, стесняться, бояться. Хатка, работают, работают быстро. Почитайте. Хатка, работают, работают быстро. Пожалуйста, прочитайте. Все, Маргарита, молодец. Хорошо, остальные. Хорошо. Ну что, тогда, пожалуйста, давайте мы с вами откроем учебник по страничке 42. Пожалуйста, внимательно следите. У нас будет сказка на аудиозаписи. Вы, пожалуйста, внимательно следите. Я в любой момент могу остановить и начать вас спрашивать. Хорошо? Открыли страничку 42. Все, приготовились, да? Следим. Все. Ребята, всем слышно? Ребята, всем слышно. Вот бы и мне так полетать, — сказал матери самый маленький зайчонок. Не говори глупости, — строго ответила старая зайчиха. Разве зайцам полагается летать? Пришла поздно. Пришла поздняя осень. Стало в лесу скучно и холодно. Стали собираться птицы к отлету в теплые страны. Кружат над болотом журавли. Прощаются на всю зиму с милой зеленой родиной. Слышится зайчатам, будто это с ними прощаются журавли. Прощайте, прощайте, бедные листопаднички. Улетели далекие страны, крикливые журавли. Залегли в теплых берлогах лежебоки медведи. Свернувшись в клубочки, заснули колючие ежи. Спрятались в глубокие норы змеи. Стало еще скучнее в лесу. Заплакали листопаднички зайчата. Что-то будет с нами. Замерзнем зимой на болоте. Не говорите глупости, — еще строже сказала зайчиха. Разве замерзают зайцы зимой? — Скоро вырастет на вас кустая теплая шерстка. Выпадет снег. Будет нам в снегу тепло и уютно. Успокоились зайчата. Только один, самый маленький листопадничек зайчонок, никому покоя не дает. — Оставайтесь здесь, — сказал он своим братьям. А я один побегу за журавлями в теплые страны. И убежал, тихонько из родного гнезда, маленький зайчонок, искать журавлины теплые страны. Бежал-бежал листопадничек по лесу. Прибежал к глухой лесной речке. Видит, бобры строят на речке плотину. Подгрызут острыми зубами толстое дерево. Ветер подует, упадет дерево. Запрудили речку. Можно ходить по плотине. — Скажите, дяденьки, зачем вы валите такие большие деревья? — спрашивает листопадничек бобров. — Мы для того валим деревья, — говорит старый бобр, чтобы заготовить на зиму корм и новую хатку поставить для наших маленьких бобряток. — А тепло в вашей хатке зимой? — Очень тепло, — отвечает седой бобр. — Пожалуйста. — Ребята, кто главный герой нашего произведения? — Скажите мне, пожалуйста. Все же следили, да? Зайчата, молодец, Ева. Хорошо, остальные? Хорошо, молодцы. Хорошо, тогда продолжаем. Также дальше вы следите, хорошо? — Возьмите меня в вашу хатку, — просит маленький зайчонок. Переглянулись бобр с бобрихихой и говорят. — Взять тебя можно. Наши бобрятки будут рады. Только умеешь ли ты плавать и нырять? Нет, зайцы плавать и нырять не умеют. Но я скоро у вас научусь. Буду хорошо плавать и нырять. Ладно. Вот наша новая хатка. Она почти готова. Осталось только крышу доделать. Прыгай прямо в хатку. Прыгнул листопадничек в хатку. А в бобровой хатке два этажа. Внизу у воды приготовили корб для бобряток. Мягкие ивовые ветки. Наверху наслано свежее сено. В уголке на сене сладко-сладко спят пушистые бобрятки. Не успел хорошенько осмотреться зайчонок. Как бобры над хаткой крышу поставили. Один бобр обглоданные палки таскает. Другой замазывает крышу илом. Толстым хвостом громко пришлепывает. Как штукатур лопаткой. Ходко работают бобры. Поставили бобры крышу. Стало в хатке темно. Вспомнил листопадничек свое светлое гнездо. Старую мать зайчиху и маленьких братьев. Убегу-ка в лес, думает листопадничек. Здесь темно, сыро, можно замерзнуть. Скоро вернулись бобры в свою хатку. Отряхнулись внизу, обсушились. Ну как, говорят. Как ты себя чувствуешь, зайчонок? У вас все очень хорошо, говорит листопадничек. Но мне нельзя здесь долго оставаться. Мне пора в лес. Что делать, говорит бобры? Если нужно, вступай. Выход из нашей хатки теперь один. Под водой. Если научился хорошо плавать и нырять, пожалуйста. Сунул листопадничек лапку в холодную воду. Ах, какая холодная вода. Уж лучше, пожалуй, у вас всю зиму останусь. Я не хочу воду. Ладно, оставайся, говорит бобры. Мы очень рады. Будешь у наших бобряток нянькой. Будешь им купить, сиди в складовой. А мы пойдем на реку работать, деревья валить. Мы звери трудолюбивые. Остался листопадничек. В бобровой хатке. Проснулись бобрятки. Пищат, проголодались. Целую охапку ивовых мягких веток Притащил для них и складовой листопадничек. Очень обрадовались бобрятки. Стали гладать ивовые ветки. Быстро-быстро. Зубы у бобров острые. Только щапки летят. Обглодали. Опять пищат, есть просят. Намучился листопадничек, таская из кладовки тяжелые ветки. Поздно вернулись бобры. Стали прибирать свою хатку. Любят бобры чистоту и порядок. А теперь, сказали они зайчонку, Пожалуйста, садись с нами кушать. — Где у вас репка лежит? — спрашивает листопадничек. — Нет у нас репки, — отвечают бобры. — Бобры ивовую и осиную кору кушают. Отведал зайчонок бобрового кушанье. Горькой показалась ему твердая ивовая кора. — Эх, видно, не видать мне больше сладкой репки, — подумал листопадничек зайчонок. На другой день, когда ушли бобры на работу, запищали бобрята и есть просят. Побежал листопадничек в кладовую, А там у норы незнакомый зверь сидит, Весь мокрый, в зубах большущая рыбинка. Испугался листопадничек страшного зверя, Стал изо всех сил колотить лапками в стену, Звать старых бобров. Услыхали бобры шум, мигом явились. Выгнал старый бобр из норы незваного гостя. — Это разбойница вытро, — сказал бобр. Она нам делает много зла, Портит и разоряет наши плотины. — Только ты не робей, зайчонок. Выдра теперь не скоро покажется в нашей хатке. Я ей хороших тумаков надавал. Выгнал бобр выдру, а сам в воду. — Ребята, расскажите, пожалуйста, Как наш зайчик-листопадничек попал к бобрам? Как он оказался? Расскажите, пожалуйста. — А почему он убежал из дома? — Ребят, повнимательней. — Почему он ушел от своей мамы? Ему было холодно, и он хотел Вместе с журавлями отправиться в теплые края, да? — Хорошо. — А кем он стал у бобров? — Да, он боится холода. — Верно, молодцы. — Хорошо. — Кем он стал у бобров? — Нянькой для бобрят. — Верно, молодцы. — Хорошо. — Когда позвали ужинать, Листопадничка, он что ожидал? — Да, он думал, что он замерзнет. — Пепа, да? — Молодцы. — Хорошо. — Умнички. — Хорошо. — А кого испугался Листопадничек, когда пошел в плодовую? — Выдру. — Ребят, у меня к вам просьба. — Пожалуйста, дома дочитайте до конца самостоятельно. — Хорошо? — Завтра на уроке я вас буду спрашивать. — Договорились? — Хорошо. — Молодцы. — Давайте с вами подберем пословицу, которая подходит к нашему произведению. — Нурсултан молодец. — Много спать? — Дело не знать. — Дома и стены помогают. — Всякий кулек свое болото хвалит. — Ребят, ну давайте мы с вами лучше завтра подберем пословицу, когда мы полностью с вами прочитаем. — Ребят, спасибо вам большое за урок. Вы правда молодцы. Надеюсь, вам урок понравился. Продолжение следует...